привет друзья с вами канал мороз life и сегодняшнем выпуске хочу с вами поделиться последними события из чешской республики но перед тем как начну хочу напомнить вам всем о действующих ссылках под видео где вы можете абсолютно бесплатно воспользоваться всеми сервисами по переводу денег в украину россию беларусь и другие страны на первые переводы ребят комиссия пол так что пользуйтесь на здоровье ну а мы начинаем итак друзья первая новость которая очень сильно всех интересовала студентов чехия начала вклеивать визы студентам ура самого начала пандемии все консульства чехии как вы знаете ввели ограничение на вклейку уже одобренных виз таким образом тысячи студентов не смогли приехать в страну и целый учебный год изучали язык и готовились к поступлению в вузы онлайн однако с учетом снятия большинства коронавирусных ограничений в стране чехия приняла решение возобновить полноценную вклейку виз для студентов в конце июня так что ребят давайте разберемся для кого в первую очередь предназначена в клейка виз значит в клейка разрешения только для тех студентов университетов либо студентов аккредитованных языковых курсов типа виз 23 24 года который планирует приехать на учебный год 2021 2022 студенты которые поступили на языковые программы 2020 2021 и сейчас обучаются онлайн пока не смогут получить чешскую визу выход для таких студентов удаленное поступление университета либо продление программы языковых курсов на будущий год как получить визу это самое главное значит консульство начнут вы связываться с студентами и назначать дату вклейки визы уже с понедельника 21 июня 2021 года заявление на клейку виза необходимо приложить следующие документы внимание паспорт квитанцию об оплате страховку заявление образовательного учреждения копию подтверждения об учебе 5 пунктов которые будут вас касаться документы будут приниматься по специально отведенным часам работы консульского отдела самое важное ребят для вклейки визы студента понадобится докупить чешскую страховку оформить страховку вы можете у нашего друга страхового брокера александра литвиненко контакт найдете в описании под видео так что заходите общайтесь договаривайтесь а с нашим промокодом получаете еще и скидку переходим к следующей новости вторая новость ребят правила вакцинации правила вакцинации в чехии будут меняться поменяются они в июле на рубеже июля и августа система вакцинации в чехии изменится людям больше не нужно будет регистрироваться заранее они смогут свободно посетить центр вакцинации после этого они смогут выбрать подходящую дату приема второй дозы через три недели в соответствии с рекомендациями производителя вакцины напомню что сейчас же действует только регистрация для вакцинирования через определенный сайт теперь свободно ребят можно будет прогуляться по праве либо по другому какого-то крупному городу и таки идете себе думаете о зайду к я наверное провакцинируюсь и пожалуйста зашли сделали вакцину потом выбрали себе вторую давку и вперед то есть таким образом правительство чехии хочет увеличить еще большое количество людей чтобы они были вакцинированы приходим следующей новости чехия предоставила сайт давалена 2021 очень крутой кстати сайт всем рекомендую ознакомиться в котором кстати собраны все популярные направления для проведения отпуска за границей ранее говорилось что чеки пойдут в отпуск аж 2022 году но все-таки правительство решила смягчить эти меры и уже опустила приложение 2021 году то есть называется приложение давалена 2021 здесь мид чехии выбрал 14 стран которые чаще всего посещают чешские туристы летом в каждой из них действует определенные ограничения на въезд или выезд также там есть вся информация касающаяся въезда и выезда иностранцев с внж и пмж чехии ссылочку оставлю под видео заходите смотрите там все полностью то есть в одном месте собрано чтобы не лазить на посольствах на консульствах на разных других сайтах министерствах иностранных дел и так дальше то есть все в одном месте это очень круто ну и раз мы заговорили уже об ездах и выездах из чехии в чехию так дальше поэтому поговорим ребят о правилах езда в чехию для иностранцев с внж и пмж возможен есть чехию со стран с высоким риском заражения это пример с украины нужно к примеру поехали в отпуск там или еще что то но нужно выполнить определенные условия обязательно если едете автобусом или летите самолетов то есть общественным транспортом то первое ребят нужно заполнить въездной формуляр это обязательно дальше тест перед подъездкой пцр не старше 72 часов уже еще в украине антиген не старше 48 часов потом второй пцр по приезду в чехию на пятый день то есть пять дней вы находитесь самоизоляции и на пятый день только делаете уже этот пцр тест ну и как выше сказал самоизоляция до получения негативного результата тестов если же едете своим авто то можно не делать тест или можно сделать только антигенный формуляр заполнять обязательно но это все теория а как на практике реально прошу ребят поделиться своим опытом под видео в комментариях пишите как проходила вас поездка что спрашивали что не спрашивали через какую границу это очень важно и очень нужно для всех других зрителей подписчиков которые смотрят наш канал и которые интересуются как что куда ну и еще один анонс и вопрос для вас друзья наши видео о предпринимательстве с александром литвиненко вот это вот видео выполнила одно из условий это 300 лайков осталось еще выполнить пять тысяч просмотров и можно делать уже вторую серию так вот собственно вопрос каком формате вы хотите чтобы мы сделали это видео прямой эфир либо обычное видео с ответами на ваши вопросы подумайте и напишите свой ответ под этим видео либо эфир либо видео вот на этой позитивной ноте будем заканчивать этот выпуск надеюсь все было вам понятно все было полезно еще раз напомню пользуйтесь ссылками под видео так что увидимся в следующих выпусках всем удачи и до новых встреч пока пока